Тревожное сообщение о возгорании поступило на пульт оперативного дежурного МЧС в 16.59. Буквально через несколько минут в поселок Шмидта примчались пожарные, спасатели, медики и сотрудники полиции. Пламя бушевало на площади в 500 квадратных метров. Горели три дома. Через час огонь затронул соседние здания. Площадь возгорания увеличилась до 700 метров. В 18.24 пожар удалось локализовать. Сложность заключалась в том, что район Маловодный, было принято решение о направлении дополнительно пожарного поезда для того, чтобы обеспечить необходимый объем воды. Пожар локализовали буквально 40 минут назад, но сотрудники МЧС по-прежнему продолжают работать на месте происшествия. В тушении пожара участвовали 122 сотрудника оперативного ведомства и 41 единица техники. Пламя уничтожило два двухэтажных и три одноэтажных дома. В них были прописаны 18 человек. А четырех домов на улице Пестеля остались только сгоревшие доски и скореженные куски металла. А, например, у этого дома уцелела лишь кирпичная стена. Огонь полыхал с такой силой, что сгоревших домов могло быть еще больше. Поэтому, когда пожар был потушен, соседи погорельцев поблагодарили сотрудников МЧС за слаженную работу. Большой-большой огонь. Спасибо, ребята, наши. Они прям заливали, молодцы вообще. И они низкий им поклон. Ну, справились. Спасибо им. Теперь, как говорится, молодцы. По словам руководителя ГУ МЧС России по Самарской области, в огне никто не пострадал. Людям, которые проживали в сгоревших домах, предложили пока разместиться в пунктах временного проживания. Но все они предпочли остаться у родственников. Сегодня их пригласили в администрацию железнодорожного района и рассказали о том, как получить компенсацию и восстановить сгоревшие документы. Анатолий Головков, Василий Колдашов. События. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok